Обеспечить население Земли дополнительными источниками энергии к 2035 году и сократить выбросы вредных веществ до минимума. Такую задачу ставит перед собой Всемирный нефтяной совет. Специальный день его проходит сегодня на выставке Экспо в Астане. В нем принимают участие главы совета, а также представители крупнейших международных энергетических компаний. По прогнозам экспертов, доля альтернативных источников энергии уже через 20 лет увеличится в 4 раза. Несмотря на это, специалисты считают, что нефть и газ все же останутся доминирующими ресурсами. В этой связи вопросы, связанные с развитием альтернативных источников энергии, внедрением программ по эффективной умной энергетике должны быть решены, отметил президент Всемирного нефтяного совета Тор Фьерран. Энергия для всех – одна из основных тем на выставке Экспо. И в области, где нефтегазовый сектор может играть важную роль, мы сосредоточили свои усилия на продвижении экологически чистых решений. Для приготовления пищи, мини-сеток, распределения внесетевой электроэнергетической продукции, такой как солнечные лампы, газ для обеспечения энергии населения, развитие экосистем и рынков и использование сжигаемого газа для получения энергии. Если только за счет добычи обеспечивать необходимость энергоресурсами, то мы не справимся с этой задачей. И естественно, пока есть возможность, пока есть финансовые затраты, есть инвестиции, развивать альтернативные методы энергообеспечения. Солнечные панели, ветеринарная энергия, как ресурс для Казахстана достаточно огромный, энергосбережение. Мы должны все это пропорционально развивать.